А теперь о ситуации в Ереване, которая обостряется с каждым часом. По информации полиции, со стороны здания ППС, которое контролирует вооружённая группа, открыт снайперский огонь, убит сотрудник полиции. Захватчикам предъявлен ультиматум – сдаться и сложить оружие. Срок уже истёк. Штурм может начаться с минуты на минуту. Последние новости из Еревана, а также бурные события прошлой ночи. В репортаже нашего специального корреспондента Риммы Берулава. После ночных беспорядков, устроенных сторонниками тех, кто захватил здание полка полиции, силовики выдвинули ультиматум. До пяти часов дня по местному времени сложить оружие и сдаться. В противном случае спецназ может в любой момент открыть огонь на поражение. В охраняемую зону стянуты усиленные наряды полиции и военных. Примерно через час после того, как истёк срок ультиматума, с территории части послышались одиночные выстрелы. В службе национальной безопасности Армении начало спецоперации не подтвердили. Как оказалось, стреляли не полицейские, а захватчики. Из снайперской винтовки был убит сотрудник правоохранительных органов. Это второй полицейский, который был убит за время противостояния. В перестрелке 17 июля, когда вооруженные люди штурмом взяли здание, погиб заместитель командира полицейской части полковник Артур Ванаян. В этот раз снайперы открыли огонь, показывая, что не реагируют на ультиматум и не собираются сдаваться. Убит служащий войск полиции Юра Типаносян, 1986 года рождения, который находился в автомашине на удалении 350-400 метров от территории захваченного полка. Полицейский получил смертельное ранение в голову. Без отца остались трое малолетних детей. Позднее звуки выстрелов и взрывов вновь прозвучали с территории захваченного полка. В районе отключено уличное освещение. Полицейские призвали местных жителей не собираться вблизи оцепления, иначе грозят применить жесткие меры. Ночью им уже приходилось разгонять толпу. Светошумовые гранаты и дымовые шашки стражи порядка применили, когда демонстранты попытались штурмовать полицейский кордон. Нескольким сотням протестующих удалось прорвать оцепление. Начались ожесточенные столкновения, стрельба. Стражи порядка полетели камни. В результате столкновений пострадали 60 человек. В основном осколочные ранения и ожоги. Задержаны более полутора сотен демонстрантов. Досталось и журналистам. Избиты съемочные группы местных телеканалов, которые транслировали происходящее в прямом эфире, и оператор российского телеканала «Лай». Также стало известно, что накануне одному из заложников, которых удерживают в здании полка полиции, удалось освободиться. Вечером врач скорой помощи выводил с территории раненых и просто не вернулся обратно. Правда, там до сих пор остаются еще двое пленников. Один врач и медсестра. Их отказываются отпускать. Среди налетчиков есть раненые, и им нужна медицинская помощь. Более того, оппозиционеры продолжают настаивать на своих условиях. Среди основных – освобождение из-под ареста лидера группировки Жирайра Сефиляна, осужденного месяц назад за незаконное приобретение и хранение оружия. Также мятежники хотят, чтобы к ним прибыли хирурги и провели операции раненым. А на территории части круглосуточно дежурила скорая помощь. Но власти на это не идут. Опасаются захвата новых заложников.